МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь хочется вспомнить слова зампреда правительства Евгения Хромушина о том, что в течение этого срока станет привычной практикой для наших жителей. Как раз-таки три года прошли. Насколько прижилась эта система и дисциплинировала ли это обращение с отходами? Система, конечно же, прижилась, и она будет приживаться дальше. Если мы вспомним 2019 год, начало реформы, то у нас задача была, допустим, обеспечить каждую контейнерную площадку системы раздельного сбора отходов по принятой единой системе два бака. И мы, соответственно, на каждой контейнерной площадке устанавливали по одному синему контейнеру. Как раз-таки для тех фракций, для раздельного сбора отходов, именно основных четырех фракций, пластик, стекла, бумаги, металла. То, соответственно, уже в 2020 году и в 2021 году у нас объем контейнерного парка увеличился, и мы уже на сегодняшний день обеспечиваем по два контейнера для сухих фракций на каждой контейнерной площадке. Соответственно, конечно же, мы идем, скажем так, в ногу со временем. Раздельный сбор отходов — это, скажем так, это будущее, без которого у нас, в принципе, нет возможности решить ту, скажем, задачу перед региональным оператором, который стоит и перед жителями. Это именно минимизировать количество отходов, направляемых на размещение на сегодняшний день. И вот как раз-таки внедрение этого раздельного сбора, увеличение емкостей и, конечно же, аналитика регионального оператора позволяет сделать вывод, что действительно жители стали больше и сортировать, и более, скажем, правильную чистую фракцию складировать именно в синие контейнеры, то, конечно же, аналитика показывает, что есть позитивный, скажем так, отклик. Спасибо. А вот что касается начисления платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и чем объясняется повышение тарифов на вывоз мусора? Ну, если отвечать на этот вопрос, скажем так, на две части его можно разбить. Первая часть — это как раз-таки начисление. Я так понимаю, что здесь в этом вопросе заэвалирован вопрос именно почему метры, например. На сегодняшний день Московская область — это как отдельный субъект Российской Федерации — принял для себя решение начислять за коммунальную услугу обращения с ТКО, именно исходя из квадратных метров, то есть общая площадь жилого помещения. Действительно, в начале, да и сейчас, в принципе, такие вопросы, они имеют место быть. Вот жители некоторые, скажем так, не согласны, хотя все это предусмотрено в рамках действующего законодательства, 354-е постановление, где предусмотрены три способа учета. Это квадратные метры, общая площадь жилого помещения, количество зарегистрированных граждан и по факту, то есть фактический объем. Вот Московская область приняла решение именно брать расчет, исходя из количества квадратных метров. В начале, когда все это начиналось, конечно же, было недопонимание, но со временем, начиная, когда людям больше все разъясняешь, объясняешь, люди начинают больше понимать. Это связано с тем, что объем отходов, он известен. То есть объекты, которые занимаются утилизацией, размещением отходов, они предоставляют тоже отчеты, и этот объем, он известен. А вот количество зарегистрированных граждан у нас на территории Московской области, он очень маленький. Ну, то есть у нас Москва, это все-таки Московская область, это два субъекта, которые граничащие, и, конечно же, жители постоянно мигрируют туда-сюда. И плюс очень довольно-таки привлекательный, скажем так, регион для работы. Это связано с тем, что, соответственно, большой объем площадей сдается. И, конечно же, если мы берем объем отходов и разделяем его на количество зарегистрированных, которые официально зарегистрированы на территории Московской области, то стоимость бы услуги составляла бы на сегодняшний день минимум в два раза больше. То есть здесь нужно четко понимать, что исходя из норматива по метрам, конечно же, это самое верное решение, потому что все-таки должны будут все платить. Есть определенные нюансы. Это в части перерасчета. В законодательстве сказано, что если норматив берется исходя из общей площади жилого помещения, перерасчет не предусмотрен, как если бы это бралось, допустим, из количества зарегистрированных. Ну, я думаю, что со временем будут приниматься определенные, скажем так, нововведения, где будут все-таки рассматриваться возможности такие, но сейчас об этом говорить не приходится. Но опять-таки это было принято решение как раз таки минимизировать финансовую нагрузку с менее защищенных слоев населения, потому что у нас на территории Московской области зарегистрировано и добросовестно, скажем так, проживает очень большой объем количества многодетных семей. То есть вот здесь нужно тоже понимать, что как раз таки многодетные они бы попали первые под именно финансовую нагрузку. Поэтому здесь нужно просто посчитать, это все арифметически считается. Теперь, скажем так, отвечая на вторую часть вопроса, это повышение тарифа. Ну, тариф у нас в первую очередь это экономически обоснованный тариф. Его утверждает комитет по тарифам и ценам Московской области. То есть это именно государственная структура, которая как раз таки утверждает на законодательном уровне, утверждает тариф, устанавливает. Но если мы берем, то у нас по закону тариф утверждается на один год. Вот с 19 года, когда реформа началась, тариф был заморожен на два с половиной года. То есть он не менялся в течение двух с половиной лет. Потом уже произошли, конечно же, изменения. На год увеличилось. Но опять-таки, если мы берем тариф, он состоит из, скажем так, трех основных частей. Это транспортировка отходов, то есть логистика. Это тариф объектов по обработке, соответственно, сортировке, размещению, утилизации отходов. У них тоже свой тариф есть. И стоимость услуг платежных агентов наших. Соответственно, вот все данные, допустим, если мы берем, у нас стоимость ГСМ увеличилась, она растет. Стоимость тарифа для, как раз таки, объектов утилизации, они тоже растут. И, соответственно, региональный оператор, он предоставляет статьи расходов своих, обоснованные для, скажем так, утверждения тарифа. То есть защищает тариф, предоставляя обоснование. Почему? Но опять-таки, хочется еще напомнить, что у нас все-таки на территории Московской области семь региональных операторов. И стоимость коммунальной услуги, предоставляемая региональным оператором компании Хартия, филиалом подмосковным, на сегодняшний день, она самая низкая для жителей. То есть, если мы берем семь кластеров, семь региональных операторов, вот у компании Хартия самый низкий тариф. Он так и останется. Вот с 1 июля, конечно же, опять произойдут изменения в тарифе. Он немножко подрастет. Она будет составлять, по-моему, если не ошибаюсь, 824 рубля, 22 копейки за обращение с одним метром кубическим. Но опять-таки, все это обосновано и, соответственно, расходы региональных операторов тоже увеличиваются. Спасибо большое за подробное объяснение. А вот такой вопрос. Если у дома не выбран способ управления, кто тогда отвечает за контейнерные площадки? Ну, вообще, у нас есть постановление правительства 1156, где, скажем так, основная часть именно законодательной ответственности предусматривает за содержание нормативное состояние контейнерной площадки, отвечает у нас собственник земельного участка. То есть, здесь нужно четко понимать, что если земля не разограничена, то, соответственно, это органы местного управления. Если земля разограничена и контейнерная площадка находится на территории, которая размежованная, скажем так, то отвечает уже на собственники отходов, отходообразователей. Но здесь нужно четко понимать тоже, что если у нас есть домовладения, которые на квартирные дома находятся без управления, то, конечно же, здесь все-таки должна отвечать органы местного управления, предоставляя все-таки жителям именно возможность цивилизованной и правильно складировать свои отходы. Ну, я думаю, что такая практика, есть такие моменты, но они очень немногочисленные и недолгие, скажем так, потому что все-таки жилой фонд для управляющих компаний это определенный, конечно же, стимул и все-таки жители должны сами заинтересованы быть, что либо у них должно быть СЖ, если они уже как бы отказываются от услуг управляющих компаний принимать форму управления, либо это, соответственно, управляющая компания. Вот как раз-таки, да, какая роль отводится управляющая компания в связи с вводом этой новой системы? Ну, опять-таки, здесь очень важный момент имеет место быть именно взаимодействие органов местного управления с управляющими компаниями, потому что есть разные территории, где принимаются разные, скажем так, практики, существуют, ну, допустим, для примера я могу рассказать для полупрактики городского округа Щелково, где управляющая компания отвечает полностью за содержание контейнерной площадки, то есть органы местного управления построили площадку и передали ее в надлежащем состоянии управляющей компании. Управляющая компания уже отвечает за чистоту на контейнерной площадке, соответственно, это уборка контейнерной площадки и прилегающей территории пятиметровой, это уже содержание ограждений, то есть чтобы не было объявлений, не было надписей, также управляющая компания все это сама производит, соответственно, расчистку, покраску, вот, то здесь, конечно же, опять-таки, как органы местного управления смогут, скажем так, ну, не такое немножко слова, вменить именно управляющей компанией, все-таки своим же жителям предоставлять эту возможность, ну, и, конечно же, это все-таки подбор именно в части вот как раз таки отходов, которые лежат на земле, то есть у нас все-таки жители порой бывает, что они спешат куда-то, да, и выкидывают, скажем, мусор, так не целясь, не прицеливаясь, да, и, к сожалению, все это попадает на землю, что, в принципе, является и нарушением, ну, и, конечно же, это не благоприятный вид все-таки, да, люди там, один спешит кинул, а другой уже идет, ему уже неприятно, что на земле там, ну, все это лежит, поэтому здесь, конечно же, управляющая компания, наверное, больше должна именно своим же жителям, своим же жителям, да, повторюсь, именно оказывать услугу в части именно, скажем так, более позитивного именно вида контейнерной площадки, чтобы жители как раз-таки этой управляющей компании получали, скажем так, больше эстетического удовольствия и ломать все-таки вот какую-то стереотипную систему, что есть контейнерная площадка, это помойка, да, там, ну, то есть, конечно же, и такие моменты бывают, и не хочется, чтобы все-таки люди, выбрасывая свой мусор, все-таки имели какое-то, ну, скажем так, отвращение к этому. Да, вот сама собой тема еще вот наболевшая, это крупногабаритные отходы. Вот беда практически каждой контейнерной площадки, а у нас их в городе более 70, если уже не больше, да, и вот, как правило, ночами кто-то делает ремонт и вот начинает выносить старые двери, стройматериалы, казалось бы, да, нет ничего проще, звонок в управляющую компанию, привозят специальный контейнер, но жители так не делают почему-то. Как же все-таки их убедить, может быть, какая-то система штрафов существует? Ну, смотрите, здесь очень много есть нюансов, на самом деле, да, есть понятие крупногабаритные отходы, а есть строительные отходы, это две большие разницы. Региональный оператор в рамках своих полномочий обязан именно транспортировать, вывозить крупногабаритные отходы. Строительные отходы не относятся к зоне ответственности регионального оператора. Вот на сегодняшний день Министерство экологии и природопользования Московской области, которое как раз-таки и курирует тему строительных отходов, они разработали очень хороший алгоритм. Это, во-первых, они определили те компании, которые могут законно вывозить отходы строительные с каждого городского округа. То есть, есть таблица, где четко указано, городском округе Электрогорск, есть пять компаний, которые законно могут вывозить именно строительные отходы. То есть, это разблюдовка по каждому городскому округу. Также они вменили обязанности управляющей компании регистрироваться в системе электронный талон, что тоже очень важно. То есть, здесь именно идет ответственность управляющей компании отвечать за состав отходов. То есть, если региональный оператор приезжает на контейнерную площадку, вывозит крупногабаритные отходы и увидит, что в бункере-накопителе находятся строительные отходы, мы на законном основании отказываем от вывоза. Потому что это не наша зона ответственности, и мы законно имеем право потребовать вытащить оттуда. То есть, как раз-таки это и управляющая компания тоже должна делать. То есть, она должна прийти на контейнерную площадку, там сотрудники, там дворники или разнорабочие прийти на контейнерную площадку и вытащить из бункера строительные отходы и уже здесь конечно же они должны заказать бункер от той компании которая может именно строительные отходы вывозить заниматься вот и здесь очень важно сказать что конечно нужно работать жителями нужно во-первых сейчас есть и листовки которые на министерство экологии министерство жилищно коммунального хозяйства московской области разработали именно в части именно оказание услуги по строительным отходам эти листовки нужно размещать на информационных счетах чтобы жители видели и знали нужно общаться с жителями но вот насколько нам даже мне показывать практика по сути на самом деле есть два нюанса первого нюанс это нежелание управляющей компании взаимодействовать со старшими по домами потому что порой бывает такое что таких просто нету то есть управляющая компания она я не беру конкретно до электрогорск я вообще говорю что вот такие бывают случаи что они порой не взаимодействуют и не выбирают не подсказывают жителям что ребят давайте у вас старшего по дому выберите он будет ваш интерес представлять уже скажем так перед управляющей компании и конечно же все таки те кто делает ремонт и они в принципе все известны и скажем так человека ну скажем так поймать образно говоря конечно же не должно ставить проблем если ночные сбрасывания происходит там кто-то привез опять-таки здесь есть такой момент как установка видеонаблюдения на каждую контейнерную площадку в рамках программы безопасный регион то есть есть центр управления регионом куда сводится сведены всем на видеокамеры и также в рамках этого безопасного региона идет просмотр тех контейнерных площадок где установлено виде наблюдения и где идет фиксация допустим да то есть практика наказания таких граждан она очень довольно таки известная причем здесь два момента тоже это важно как бы знать что если машина зарегистрирована физическое лицо это один штраф а вот если машина зарегистрирована и видно по камере что с этой машины выбросили мусор строительные отходы там штрафы уже гораздо серьезнее и это очень очень ощутимо но здесь нужно четко понимать что зачастую такие сбросы делают не только физические лица граждане сами да кто делают ремонт но и и недобросовестные подрядчики которые допустим в интернете очень много объявлений там в авито в том же самом там да не будем делать рекламу но как как есть в информационных ресурсах где житель допустим там подешевле хочет найти себе вывоз строительных отходов он набирает и вывозят ему там за 1000 полторы тысячи рублей а то что это все дальше все скидываться будет либо там это будет это в лучшем случае говорится на контейнерную площадку а в худшем это его в овраг в лес и куда угодно может быть выброшено поэтому нужно понимать вот как раз таки и мин экологии хороший алгоритм придумала и нужно чтобы управляющая компания именно за этим следила в общем как то так спасибо а вот что касается ликвидации несанкционированных свалок вот что вообще для этого требуется будут ли они убираться да они обязательно должны убираться и убираться там в общем есть 156 тоже самое постановление правительства где четко алгоритм именно ликвидации несанкционированных свалок распределен это найти ее соответственно мы составляем акт вместе совместно с органами местное самоуправление мы связываемся собственником земельного участка уведомляем а то его о том что он обязан ликвидировать несанкционированную свалку что у него на это есть 30 дней соответственно если в течение 30 суток он до не принимает такого решения не отзывается там не связывается там не дает обратную связь региональный оператор это уже начинает делать сам соответственно мы сами и ликвидирован опять-таки все в рамках именно твердых коммунальных отходов нужно тоже очень четко понимать и мы уже в судебном порядке начинаем взыскивать собственника земельного участка понесенные нами расходы издержки но здесь опять-таки нужно быть в тесном контакте именно у органов местного самоуправления регионального оператора чтобы именно эту работу проводить и выявлять именно собственников земельного участка так ну вот еще пару вопросов у нас осталось как раз от жителей вот один от многодетных семей имеющих индивидуальное жилищное строительство будут ли льготы по оплате услуги по сбору и вывозу мусора куда обращаться чтобы их получить ну смотрите первое значит что хочет сказать что услуга коммунальная то есть она уже защищена законом по сути соответственно те граждане которые в рамках закона московской области о в незащищенных слоях населения то есть о льготных категориях граждан если данный граждан попадает в рамках этого закона в эту категорию им конечно же полагается либо льгота либо субсидия соответственно ну нужно обращаться в органы социальной защиты потому что все проходит через органы соцзащиты эта информация и нужно четко понимать что во первых не должно быть задолженности то есть даже если вы обратились в органы соцзащиты вы не не должны иметь задолженности по коммунальной услуги и соответственно вам будет уже при оплате производиться возмещение то есть там в определенных параметрах я сейчас не мог там довольно таки большой перечень граждан которым полагается данная льгота это многодетные это и ветераны труда и если не ошибаюсь даже матери-одиночки то есть вот те категории граждан которым действительно нужны инвалиды ветераны великой отечественной войны то есть очень много большая категория кому полагается есть еще также по возрастной категории пенсионерам в принципе да который не относится скажем так и льготным категориям да но уже является пенсионерами по возрастной категории также предоставляется скидка на коммунальную услугу в рамках норматива если человек один проживающий соответственно там 60 70 лет 30 процентов 70 80 лет 50 процентов если старше 80 уже сто процентов но в рамках нормативы это на 1 проживающего 42 квадратных метра то есть если человек один проживает у него там меньше 42 квадратных метров квартира то соответственно ему он вообще не платит по сути за коммунальную услугу если двое проживающих то 21 квадратный метр если трое наиболее то 18 квадратных метров то есть именно тому гражданину который имеет либо он пенсионер либо льготную категорию спасибо и заключительный вопрос у нас от ветерана боевых действий собственника жилого дома почему при оплате вывоза мусора через сбербанк онлайн взимается комиссии как можно оплатить услуги без комиссии есть такие моменты действительно да немножко неудобно но у нас сбербанк по моему за всех комиссию взымает не только за нашу услугу вот на нашем сайте есть ссылка на платежном скажем так нашего агента в брр это как раз таки банк через который можно оплатить прям на сайте регионального оператора без взымания комиссии то есть там скажем так внутренняя комиссия которая оплачивает уже региональный оператор то есть это мы уже сами оплачиваем скажем так нашим платежным агенту соответственно в принципе можно есть также возможность на нашем сайте тоже в том же числе есть платежное поручение которое можно распечатать для физических лиц заполнить его правильно где указать свой лицевой счет период за который вносится плата и по данному платежному поручению также не будет взыматься комиссия то есть способы есть как можно сэкономить скажем так в этой истории что же спасибо вам огромное дорогие телезрители у нас в гостях был заместитель директора по связям с общественностью и сми филиала подмосковной компании хартия андрей владимирович пащенко спасибо анна вязгина всего доброго до новых встреч спасибо до свидания